Мы поговорим о результатах двух исследований, на самом деле треть там еще как бы идет привязку к ним. Это все, что касается, скажем так, большого темы пожилые люди интернет, в двух ее аспектах. В данном случае поиск работы, у нас было специально направленное исследование два года назад, вот как раз с этой вот возрастной группой, причем 40+, поэтому как бы там условно говоря, там было 40-50, 50-60, то есть вот так вот. А второе исследование это отношение к рекламе и к акциям в интернете. Там у нас по факту, на самом деле, были три возрастные группы, это вот прям совсем молодежь, 14-17 лет, если мне не изменяет, ну там будет походу. Люди среднего возраста и люди вот старшей возрастной группы 50+, условно говоря. Один из главных выводов, который мы сделали по результатам этого исследования, он может быть и банален, да, но с другой стороны, как бы, вот он такой действительно, что то, как люди относятся к этой проблеме и как ее решают, даже не проблема, а ситуация, да, такой вот задачи жизненной, зависит от их настроя, от их жизненной позиции. И предсказуемые люди, которые не жалуются, которые ищут какие-то варианты, которые пытаются что-то сделать, они, естественно, у них и результат другой, но они и, но они также там есть какие-то вот эти побочные, такие социальные эффекты, скажем так, да, то есть эти люди реже воспринимают чужое мнение в штуке, да, более открытые в этом плане, да, более относятся спокойно к экспертному мнению, какой-то, даже не в этой критике, а к каким-то советам, к какой-то помощи, да, они реже чувствуют себя отурованными от всей жизни, потому что человек, находящийся в ситуации, когда он ищет работу в таком возрасте, они очень часто чувствуют себя одинокими, считают, что их всех бросили, ну, передали, если хотите, да, то есть они вынуждены с этой ситуацией бороться самостоятельно, в лучшем случае с помощью своей семьи. И что, вот смотрите, контекст там такой, что, да, начинаем спрашивать, что и как, как вообще ситуация, как обстановка, люди согласны с тем, что это исследование было два года ровно тому назад, в апреле 2016 года. Плюс я согласна с тем, что ситуация экономическая становится сложнее, все труднее найти работу, но когда спрашиваешь, в чем, собственно, причина того, что вам непросто найти работу, люди говорят, это я виноват, это мой возраст. Да, то есть люди как-то вот все в этом плане прикладывают только на себя, и не считают, что здесь есть какие-то другие внешние факторы. Но при этом, как бы, ответственность за эти ситуации прикладывая на себя, это не побуждает их при этом к действию какому-то, да. То есть обычно, если человек говорит, я ответственен, да, то есть на мне лежит, то есть я как бы, да, поэтому я могу что-то изменить. Если это не внешние обстоятельства, там, экономическая ситуация плохая, да, то есть я могу что-то с этой ситуацией сделать. Нет, то есть это внутри меня, это не внешняя ситуация, но при этом большинство из них не хочет или не может что-то сделать. Ну так вот получается по жизни, исходя из того, как они себя ведут. И во всем они винят свой возраст. Считаю, что это фактически единственная причина их вот затянувшегося поиска работы и неудач. И тоже заметка на полях, несмотря на то, что они видят и понимают уже, что искать работу трудно и что действительно возраст здесь не добавляет им очков, многие из них говорят о том, что все-таки они хотят на работу найти и по душе, ну и с хорошим заработком. То есть очень маленькое количество тех людей, с которыми мы разговаривали, это 24 человека, говорили о том, что они сейчас готовы на любую работу. Это значит, что они еще не находят в той ситуации отчаяния, когда человек готов на все что угодно. То есть они еще в общем-то в той ситуации, когда они верят в то, что они найдут интересную работу. Ну вот это вот подтверждение того тезиса о том, что главное это настрой. Это две женщины одной и той же возрастной группы, примерно с одинаковым бэкграундом. Как вы видите, у них очень хорошая речь, грамотная речь. И грамотная с точки зрения пунктуации вот всего этого, да, потому что как люди сейчас пишут, особенно в молодежь в соцсетях, да, это, ну там, ошибка на ошибке и так далее. А здесь вот все без сокращений, с запятыми, то есть очень грамотная, хорошая речь, хороший бэкграунд. Две женщины с одинаковым бэкграундом, но совершенно с разным отношением к реальности, да, в которой они оказались. То есть вот так, видно, да, или все-таки немножко зачитать? Видно, да? Что, то есть позиция одна, что все зависит от нас, и надо что-то делать в этой ситуации, как приготовить свое будущее, да, а вторая женщина ей отвечает, что, ну вот, значит, у вас было такое прошлое, что вы можете что-то как-то себя подготовить. Не все в состоянии это сделать. Вот, знаете, тут она приводит пример социального проекта, который мы как раз обсуждали с этими участниками. Вот вам, пожалуйста, вот вам удочка, пожалуйста, идите, пользуйтесь советами, рекомендациями и так далее. Вот, это на самом деле очень яркий пример вот того, как люди с разной позицией, с разным отношением жизни в итоге ведут себя и воспринимают эту реальность. Что касается поиска работы в интернете. Очень часто люди этой возрастной группы, особенно 50+, начинают искать по старинке, а именно оффлайновые методы, газеты, объявления и так далее, и так далее. Но очень быстро понимают, что этот способ неэффективный, что объявления устарели, что там не всегда говорится правда, и так далее, и так далее. И очень быстро переходят на онлайн, поскольку это быстрее, актуальнее, есть возможность созвониться, быстро получить какую-то обратную связь, если интересно, неинтересно, и, соответственно, дальше уже перейти на какую-то очную встречу. Плюс еще, чем хорошей онлайн, там есть возможность ограничить какой-то ареал поиска, буквально около себя, условно говоря. У нас была женщина, которая таким образом нашла работу в шаговой доступности. Именно мониторяя локальные форумы, прямо в своем районе, и там уже общаясь с потенциальными работодателями. И это, конечно, то есть люди этого возраста, в общем-то, тоже на своей шкуре, если хотите, прочувствуют пользу интернета в этом плане. Плюс еще, чем хороший интернет, как способ поиска работы, кроме экономии времени, и дополнить каких-то вещей, это тем, что это такой ненавязчивый способ и со стороны работодателя проверить компетенции. Потому что сейчас все больше и больше работа связана с осознанием компьютера интернета. И вот уже сам факт, что человек нашел объявление о работе в интернете, в соцсетях или где-то еще, уже говорит о том, что у него какой-то этот минимальный порог общения с интернетом, он уже пройден, он уже может работать в интернете. И, в общем-то, им это тоже нравится, потому что любому человеку трудно принимать какой-то отказ. А с возрастом это, конечно, становится еще более болезненно. И вот то, что они уже по этому параметру, скажем так, не получат отказ, это уже хорошо для них. В соцсети рассматриваются как дополнительные каналы для поиска работы по причине своей неэффективности. Потому что там много какой-то информации нерелевантной, много очень спама люди получают, и они в итоге сосредотачиваются на том, чтобы точечно мониторить какие-то сообщества, в том же, например, ВКонтакте, либо посещать какие-то страницы интересующих их компаний на предмет как раз вакансий. Ну или отдельные продвинутые люди просят знакомых администраторов крупных сообществ разместить свое какое-то резюме. Что касается обмана. На самом деле, вот эта тема обмана, как минимум, у нас было три исследования, в которых принимала участие вот эта вот возрастная группа. И это, конечно, большой бич. Вот этот обман в интернете. Все с этим сталкиваются, но просто старшая возрастная группа быстрее попадается на эту удочку. Почему? Потому что они, в принципе, не ожидают никакого подвоха. Для них интернет – это такое же средство массовой информации. Для советского человека – средство массовой информации. Там могут говорить неправду, но какой-то вот все-таки обман какого-то такого быть не может. Причем нагло. Такого обмана, с которым люди сталкиваются. Просто они этого не ожидают. То есть он… Они потом сами говорят, он настолько неприкрытый, настолько грубый этот обман идет, но это у них просто в голове не вмещается, так что они даже не проверяют. На самом деле многие сталкивались с этими способами обмана и, соответственно, на собственном уже горьком опыте, понабив шишки, уже выработали собственные методы проверки этого обмана. И они достаточно простые, да, которыми, наверное, все мы пользуемся. Если… То есть типичный способ – это попросить какой-то залог или сказать, что вот вы выполните какую-то работу, но для этого вам нужно доформить какой-то договор страхования, нить, пройти медицинское обследование и тому подобные вещи. Почему вот эти последние вещи, договорные информационные услуги, делаются открыто, да, то есть это действительно составляется договор. И здесь не прицепиться юридически к этому вообще, вот, наверное, вы скажете, да, юридически все абсолютно грамотно. Ты сам подписал этот договор, и все, тут… Мошенникам можно не скрываться в этом плане. Все очень чисто с точки зрения закона. И люди уже выработали собственные способы борьбы с такими видами мошенничества. Если нужно пройти какое-то обследование или что-то еще, какую-то страховку купить, то они, соответственно, спрашивают, а можно ли это сделать не в вашей клинике, а можно ли еще что-то сделать, да? А, соответственно, если это какая-то работа, которая требует предоплаты… То есть вот женщины говорили о том, что нужно набивать какой-то текст, какая-то известная типография или даже какой-то издательский дом это якобы просит сделать, но требуется, там, не знаю, 90 рублей прислать как бы залога, да? То можно позвонить напрямую этому работателю и спросить, а действительно ли вот у вас есть такая работа. Ну и в конце концов, поскольку такие мошенники, в общем-то, известны, и, наверное, не один десяток людей попались на эту удочку, то, соответственно, они оставляют какие-то отзывы, и если провести какой-то минимальный мониторинг в сети, в соцсетях или просто в интернете, то выпадут отзывы на вот эти вот мошеннические схемы с этими людьми, которые такие вещи проводят. И, соответственно, уже многие вот собственные методы борьбы вот с такими вещами, мы даже еще посмотрим с вами на предмет вот ту же самую практическую схему, да, простую схему проверки с точки зрения рекламы, в частности, медицинской рекламы. Это все то же самое. Люди набивают собственные шишки, уже видят какие-то маркеры вот этой вот обманной информации, соответственно, уже кто-то проверяет, а кто-то уже понимает, что, в общем-то, нет смысла это проверять, уже и так понятно, собственно, о чем речь, и обходит просто этой стороной. Вот еще такой момент, что не все правильно способны оценить какие-то собственные силы и свои потребности понять. И первая такая рефлекторная реакция на вопрос, чему вы хотели подучиться, это ответ идет, то, что мне всего хватает, в общем-то, все есть, да, и опыт есть, в общем-то, да, только вот опыт, только вот возраст подкачал, больше ничего не нужно. И вообще уже поздно учиться, да, то есть у этой возрастной группы нет такого понимания, с которым все-таки уже привыкли люди более молодого, сейчас жизнь ускоряется, да. Если раньше можно было получить одно образование и жить до пенсии, условно говоря, там, с этим образованием, то где-то, наверное, в конце прошлого века это надо было апдейт какое-то делать в свое образование каждые 15, а потом 10 лет, то сейчас, можно сказать, что даже если 5 лет человек не обновлял свои профессиональные знания, то он ускорен. Уже все, то есть идет уже процесс непрерывного образования, да. И люди к этому, вот, в той возрастной группе еще не привыкли. Они находятся вот в этой старой парадигме, когда ты получил корочку высшего учебного заведения, и, в общем-то, ну, на этом, в общем-то, все. Да, ну, больше не предусматривается никакого-то, никакого дополнительного образования, тем более, там, смены какой-то профессии. Я не знаю, как вы, но я-то точно с этим опытом сталкивалась, когда мои тети, мои родители на одном месте работали вообще по 40-50 лет, да, приходили молодыми людьми на какие-то заводы, и потом уходили оттуда на пенсию. Все. Да, никакой мобильности в этом плане не было. Ни с точки зрения смены места работы, ни с точки зрения какого-то вот профессионального роста, не говоря о том, чтобы взять, и, не знаю, там, в 30-40 лет, уйти в другую профессиональную область. Такие случаи есть, были, конечно, да, и все эти физики, которые уходили, были лирики и наоборот, но все-таки это скорее исключение, чем правило, да, и они вот живут именно в этой парадигме. Но как только они начинают на эту тему думать, они меняют в итоге свое мнение. В принципе, они начинают говорить, ой, ну, в принципе, я, да, я за учебой, можно было бы учиться, там, я не знаю, курсы компьютерной грамотности, я делаю нас бухгалтерию, там какие-то другие какие-то вещи, по основе юридической грамотности, потому что многим это нужно. Вот. И, в принципе, потом выясняется, что да, это нужно, да, я хотел бы подучиться, и, в общем-то, кто-то уже этим занимается, так сказать, факультативно, да. И вот опять же, здесь это все утыкается в ту установку, что главная причина – это возраст. Главная причина того, что я не могу найти работу, это возраст. И поэтому мы этим не ищем, ну, с возрастом, как бороться? Никак, правильно? Соответственно, они не ищут каких-то других способов, каких-то, да, того, чтобы решить свою вот эту вот задачу поиска работы. И это, конечно, большая беда. Вот если вы работаете с этими людьми, просто это нужно иметь в виду, и неудобно с точки зрения работы, да, вот это вот, если хотите, какая-то, может быть, негибкость в этом плане, да, вот, ну, то есть они считают, искренне считают, что им поздно учиться. Многие. И это, конечно, с этим нужно иметь, это нужно иметь в виду. Как я уже сказала, все-таки выясняется, что они ищут какие-то знания, находят их, но это не воспринимается ими, как пополнение своего вот этого багажа знаний, да, какая-то эта информация. И, естественно, они пользуются всеми теми каналами и способами получения информации в интернете, которые мы пользуем всему. Да, люди младших возрастных групп. И сюда нужно, конечно, не только посещение вебинаров отнести, хотя есть такие, но это больше все-таки люди возраста 40-50, вот про это рассказывали. В общем-то, эти люди активно пользуются YouTube, и какую-то информацию получают, в том числе просматривая какие-то записи YouTube. То есть кто-то говорил о том, что у него фоном, вот как у нас с работой, у некоторых работают телевизоры, у него там YouTube, вот какие-то интересующие знания, вот так фоном идут. Человек просматривает их. Ему такой способ вот приятия информации очень удобен. Не знаю, как вы, но когда я какое-то время назад смотрела по другой причине, искала какие-то популярные YouTube-каналы, которые в тренды вот входят, я с удивлением обнаружила женщину вот как раз той самой возрастной группы, которая рассказывает про свой практический опыт в садоводчестве. И у меня какие-то там, она в топе просто YouTube российского. Вот реально, то есть она ничего такого, на этим, как я посмотрела, ничего такого сильно не рассказывает, каких-то откровений с точки зрения садоводчества. Она у нее явно не профессиональное образование. Она ничего такого не говорит. Но у нее вообще какие-то бешеные просмотры всех ее вот вступлений. То есть это, и явно она работает на эту возрастную группу, да, потому что мы знаем, что, как правило, люди с возрастом начинают приходить к тому, что хочется поковыряться в земле, а молодежь не заставишь это сделать. И так, в чем можно им помочь с точки зрения поиска работы? Конечно же, профориентация, да, то есть многие понимают, что у них есть какой-то бэкграунд, но этого недостаточно в современной жизни, которая быстро меняется, они все-таки это осознают тоже. Соответственно, они хотят понять, хотят, чтобы им помогли и сориентировали, как с учетом их опыта, их знаний, навыков, в чем, куда им можно податься, да, в чем, учитывая вот с одной стороны их бэкграунд, с другой стороны, потребности современной экономики вот здесь сейчас, что им нужно найти для того, чтобы, в общем-то, быть востребованными на рынке и получить ту работу, которая была бы им интересна. Опять же, те же самые пресловутые советы по избеганию мошенничества, опять же, они вот везде проходят красной нитью, потому что эта молодежь не боится тыкать кнопками, да, вспомнить детей, которые еще и там грамотно не научились, но с удовольствием прям вот без всяких опасений пикают в экраны айпэдов и телефонов, смартфонов, да. Здесь обратная ситуация. Люди боятся не туда нажать, куда-то там уйти, не дай бог заразить там компьютер или телефон вирусом. У нас вот было исследование по мобильному интернету вот в этой возрастной группе. Они боятся даже помощи близких родственников, в общем-то, их, конечно, сподвигают на то, чтобы изучать интернет, но все равно они очень боятся и ждут от всех, там, от мобильного оператора до людей, которые, там, компании, которые занимаются поиском работы, вот каких-то таких советов, да, как им напить шишки. Опять же, из общего, из общего любеза, интересно, как искать информацию в интернете по интересующей теме. не все в состоянии это сделать. Ну, и то, что касается собственной узкой темы работы, это советы по составлению резюме и прохождению собеседования, потому что кто-то понимает, что, да, действительно резюме нужно адаптировать под конкретную вакансию, да, что-то уже там, не одно резюме на все рассылать, а уже как-то его специфицировать. Ну, и, соответственно, как держаться во время интервью, какие есть стандартные вопросы, на которые желательно уже подготовить какие-то ответы, чтобы, ну, как бы меньше волноваться на эту тему. Ну, и как хорошо правильно искать работу и при работе к интернете, и по поводу фрилансерства, и самозанятости. Конечно, эта тема интересна. Кто-то говорил о том, что мечтает даже открыть соседний какой-то проект, то есть и здесь какая-то помощь была бы в общем-то... Кстати, да, и вот такие вот советы, особенно по поиску работы в интернете, они очень актуальны для людей из маленьких городов. Как ни странно. Да, вот там вот эти вот локальные формы, про которые мы говорили, это вот выяснилось, что это хороший способ именно найти работу, гораздо более эффективно, чем все остальные. поэтому и в том числе найти какую-то дистанционную работу, когда ничего нет, и они ищут работу не только с помощью интернета, но и в самом интернете. У нас были люди, которые подрабатывают администраторами сообществ. Вот как раз одна из этих, если ничего не путаю, баржень с хорошим русским языком, она таким администратором работает. То есть они рассматривают интернет как место своей работы. Что касается диалога, построения диалога с этой целевой аудиторией, здесь очень важно какой-то вот такой баланс соблюдать. То есть без ухода в крайности, в какую-то жалость или в какой-то высокомерие. Их это очень сильно раздражает. И их особенно это ранит, потому что это усугубляет их далеко не самое лучшее представление о собственных способностях и возможностях. То есть вот как-то нужно уходить от менторского тона. уходить действительно очень сложные вещи, потому что вот мы сейчас еще расскажем, что они достаточно полезно относятся к советам экспертов. И даже если советы экспертов они правильные, они считают, что они к ним не очень применимы. Например, простой совет любого эксперта в области даже, скажем так, экономики, широко, бюджета, бюджетирования и личных финансов о том, что нужно иметь какой-то запас на черный день. Это как бы классика. Причем это нужно иметь всем, не только людям возрастным, людям среднего возраста еще больше нужно. Иметь то, чтобы тоже свои риски. Это просчитано, даже формула есть, сколько месяцев вы должны иметь возможность жить, если мало ли что случится. И они начинают это говорить. Я и так свожу концы с концами. Как тут создать какой-то минимальный запас? Вот они о чем говорят? То есть они не понимают этих советов и не принимают их. Поэтому тут непонятно все-таки действительно очень сложно найти правильный тон так, чтобы до них достучаться. И опять же тот вывод, который и в данном исследовании, и в другом исследовании у нас опять же тоже красной нитью звучал, это у них достаточно высокие требования к стилистике языка, материалов. То есть им нужен грамотный русский язык, они к этому привыкли. И они это действительно требуют для того, чтобы как-то воспринимать эту информацию. Отчасти, опять же, говорю, в силу образованности этого поколения. В силу грамотности такое приходится. Давайте разточняем. Начала говорить про экспертов и советов со стороны. Как я уже сказала, к советам со стороны они относятся очень болезненно. Потому что для них все равно это такая скрытая критика. Даже если это делается в позитивном ключе, все равно это означает, что тебе чего-то не хватает. И они это считывают. Но это не единственная и не главная к сожалению причина. Основная причина все-таки это недоверие. Недоверие такая скрытая, иногда даже открытая вполне себе обиды на окружающий мир. Потому что они один на один оказались с проблемой поиска работы. Они считают, что никто не помогает. Они вынуждены эту задачу решать самостоятельно. соответственно отсюда и вывод я никому не нужен. Моя ситуация очень уникальна. Соответственно никакие эксперты мне не помогут. Никто мне не помогает. И так далее. И поэтому они очень с трудом прислушиваются к советам экспертов. Считают их в принципе такими высоколобами. Их советы очень абстрактными, неприменимыми к жизни, к их конкретной уникальной ситуации. что эти эксперты могут знать про мою конкретную жизнь, про мою конкретную ситуацию, чем они могут помочь. Соответственно единственное кому они никого не слушают, к чему менее прислушивают свое близкое окружение. Все остальное для них это зарядное исключение. Как мы говорили, если человек все-таки с активной жизненной позицией, они получше прислушиваются к мнению экспертов. Люди с пассивной жизненной позиции, там фактически блок такой стоит на восприятии информации со стороны экспертов. Но при этом нельзя говорить, что они совсем ничего не слушают, они что-то слушают. Они редко называют какие-то имена, но они что-то слушают, даже как бы фоново. И просто за счет этого блока они не запоминают фамилии и эта информация у них не залипает. У меня очень анальный вопрос. Каких людей больше вырубливаются? Активные или спасибные? К сожалению, спасибные. Хотя бы пример соотношение. Не могу сказать, понимаете, это выборка для качества нас было где-то 24 человека. Не где-то, а 24 человека. И я не могу сказать. Вы знаете, это просто предсказуемо. Люди с возрастом становятся более консервативными, менее активными в этом плане каким-то действием. А тут еще такая жизненная ситуация. И в общем-то ситуация в нашей стране, что наши пенсионеры совсем отличаются от западных пенсионеров. Да?